ехали миш здорово опять значит я в гостях у своего товарища миша мы сделали процедуру это уже второй третий у нас третья процедура до по заливке этого топливного бака всякими жидкостями маслами для того чтобы сердце голова работал ну это уже на эту тему была передача посмотрите сейчас я меньше позадаю вопросы потому что миша вплотную занимается темой которые интересны нам нам артрозникам коксоартрозникам гоноартрозникам и есть большое непонимание большая путаница и некоторое отторжение тем процедурам которые врачи делают ну больным с таким диагнозом потому что не всегда удачно это происходит не всегда качественные препараты выбираются не всегда выбираются хорошие врачи бывает что в любой профессии бывают и какие-то вот не совсем удачные врачи и препараты все вместе в совокупности попадет так человек больному все вместе и он будет страдать миша расскажи пожалуйста вот по поводу давай начнем с того что он про гиалуроновую кислоту очень знаешь так очень простым языком без ухода в медицинскую тему туда чтобы было понятно вот гиалуроновая кислота она у человека вырабатывается вырабатывается гиалуроновая кислота в тканях во всех тканях во всех клетках гиалуроновая кислота есть и ее выработки участвует клеточный матрикс и обновляется она посредством переработки гиалуронидаза так называемых препаратов если она есть у нас в организме зачем ее колоть с возрастом любая клетка начинает замедлять обменные процессы и начинает стареть и соответственно все процессы и регенеративные замедляются и выработка гиалуроновой кислоты также замедляется гиалуронка есть в каждой клетке нашего организма если в оба гнезде волосах везде кожа клетчатка мышца миоцит критка сухожилия связки надкосница везде сигнальная жидкость хрящи то есть везде есть гиалуроновая кислота то есть она участвует в строительстве и вот основной ты хорошо сказал я запомнил что она участвует в задержке воды в организме до 1 молекула гиалуроновой кислоты задерживать около 1000 молекул воды ужас вот и после сорока лет но это усредненные такие такие моменты каждый год своей гиалуроновой кислоты на два процента вырабатывается меньше соответственно к 50 годам на 20 процентов к 60 годам на 40 процентов вырабатывается своих гиалуронки меньше если мы посмотрим вспомним схему такое превращение обезьян в человек да если помним обезьян такая скрученная как ходит на четырех лапах ну да чуть-чуть расправляется такая такой такой человек и посты только на гиалуронки нет то мы можем обратно представить человек вот такой прямоходящий и ровный классный все потом или гиалуронка теряется и мы превращаемся в 90-летнего пожилого человека они не такие уже да а вот такой когда теряется эластичность ткани эластичность связок загибает это называется саркопения но возможно это русского такая же но в общем старость старость обезвоживание сухость там да поэтому вот организм скукоживается на кость теряет но косница эластичность теряет связки эластичность мышцы эластичность сосуды эластичность мы поняли и он он превращается вот в таком хорошо лишь но мы тут еще с тобой говорили и выяснили что если чего-то в организме не хватает всегда нужно же делать она это любой врач скажет а тот выяснилось что анализ на гиал гиалуроновую кислоту не проводится до его нет это косвенные признаки если мы говорим про сустав это опять же косвенные признаки совокупность симптомов и синдромов это клиническая клиника боли суставов малоподвижность скованность царковые боли хруст там разные потом то есть это мы говорим про анамнез то есть человек пришел к тебе рассказывать свою историю что его так вот так вот так происходит перед сидишь в белом колпаке же там спрятал татуировки свои все здесь медсестра медсестра она помогает короткой юбочек она помогает я чекать внимание подаял если ты говоришь о голубчик так у вас гиалуроновой кислоты не хватает явно надо в колоть вам платите бабки он мне рассказывает и я такой так ему надо сделать узи например ему надо сделать то есть пошел пошла уже раскрутка да то есть ты начинаешь уже понимать что и одной истории у мало ты хочешь проверить более глубоко это да узи мрт и что ты видишь там нас смотрю суставы если нас устал беспокоит это уменьшение толщины камеры и значение хряща деформация информация связок надрывы связок из-за их не эластичности если мы просто ну то есть если куксартроз или гоноартроз то уже ставишь диагноз да вот очень важный момент для всех зрителей будет вот сразу тут очень ключевой момент гиалуроновая кислота может увеличить толщину хрящевой ткани или что она делает прискочили немножко здесь мы можем сравнить с двигателем шестеренка когда хорошее масло шестеренки не истончаются не изнашивается металл то есть сейчас ты говоришь о том чтобы гиалуроновую кислоту ввести все на реальную жидкость наполнить то есть улучшить качество синавиальной жидкости гиалурона тем самым мы даем условия для восстановления мы живой организм смягчаешь работу хрящевой ткани уменьшаешь нагрузку и уменьшается и поэтому мы даем возможность восстановиться хрящу все восстанавливает даже эмаль только нет времени для этого у человека если вторая жизнь была то он для остановил то есть ты сейчас сказал про первый вариант это введение гиалуронки в синавиальную жидкость но ты еще говорил что есть второй вариант введения гиалуронки куда еще можно около суставную сумку если есть допустим не знаю травмы сухожилий связок в области сустава то для восстановления эластичности этих элементов тоже будет просто гиалуронка рады то есть гиалуронка имеет какие-то свои классификации у нее до характеристики это концентрация гиалуроновой кислоты в общем плотную малибулярно масса это вот как раз плотность количество гиалуроновой кислоты но и методики в день в борис на и обведение бывает линейные по слоям то есть это уже техники то есть тут могут быть происходить какие-то ошибки да вот если врач неопытный или он взялся или он не сертифицирован на это на эту операцию да это же операция введения гиалуроновой кислоты там в коленный сустав или это считается манипуляциями манипуляции может есть любая функция манипуляции существует давай так вот вашей среде существуют люди называющие себя врачами мы не являющиеся такими и это эту манипуляцию они могут делать без сертификата есть такие люди которые могут зарабатывать на непорядочные для манипуляции достаточно высшее медицинское образование по сути но но дальше на это образование накручивается определенные методики которым если специалист хочет он овладеет не специально курс повышение квалификации то есть и допустим препарат новый вышел появился у него дилер в стране он приглашает специалистов для того чтобы обучить этому препарату этого специалиста да он знает общую методику но методика именно для этого препарата она другая и поэтому на этот на эту базу накапливается определенный виток знаний которая позволяет более правильно сделать процедуру но я тебя подвожу к другому вопросу смотри через это вопросе к другому вопросу что если человек захотел зарабатывать на этом деньги и увидел вот в этой манипуляции ну простоту решения уколол в колено заработал там какие-то там же это ты сказал в среднем это где-то около там 30 тысяч то есть вот 30 тысяч это на полгода где-то результат в среднем но там мы все знаем интернете читали здесь может попасть аферист вот вместо врача быть аферист который захочет себе заработать и более дешевый препарат может дать такое существует в любой сфере есть непорядочные до специалистов любой сфере да и образование здравоохранение то есть можно предположить что человек которому ввели гиалуроновую кислоту и он через два месяца или через месяц почувствовал что она не работает у него или тут кроме афериста есть еще какие-то факторы которые могут повлиять на то что человек не получил должного результата вот кроме того что врач непорядочный что еще можно допустим врач порядочный уколы в соответствии с сертификатами он сделал что может повлиять на отрицательный результат я всегда говорю что любая процедура любая процедура процедура операция укол если переносите в плане в плане в плане тренировок там любое вообще абсолютно дело перенесемся обратно процедуру все процедуры абсолютно всегда эффективны никогда не имеют осложнений никогда к ним не возникает привыкание если выполняются несколько условий первые условия процедура выполнена по показаниям если есть показания ее нужно выполнить второе процедура выполнена по методике эта методика отработана научно обоснована минутку давай по показаниям то есть не просто бежать с болью и колоде а то есть пройти те рекомендации врача это обследование которое врач назначит а это целый круг мероприятий что недолго недолго сутки поэтому это нужно узнать и доброваться поэтому она не помогает уж нет показаний когда не дорос еще организм до этого метода или наоборот перерос пациент поднял панику на самом деле там не гиалуронка нужно может быть просто физиопроцедура совершенно верно и второе ты говоришь условия это по методике методика эта методика согласно анатомическим особенностям данной зоны методика отработанная годами кем-то защищенная то есть она имеет определенное обоснование и нужно вносить свои супер фантазии свое супер мнение чтобы сделать что-то индивидуальные слою если мы хотим это сделать мы должны сделать это на научном уровне на правильно на профессионально если же не хватает знаний для этого когда нужно просто пользоваться методиками чужими которые уже зарекомендовали себя два условия назвали есть еще какое-то условие третье это процедура должна выполняться сертифицированным препаратом или оборудованием когда приходит пациент ему всегда показывают вот смотрите . вот у него срок годности такой перед пациентом все это вскрывают в упаковке всегда документы это сертификат соответствия есть наклейки специальные которые пациенту даем с документами то есть все это открыто и детективно и для следующего специалиста если он вдруг это будет понятно продолжить там или что-то когда и четвертое это процедура должен выполняться обученный персонал то есть про то что мы говорили специалист должен понимать в этом и эти четыре условия когда соблюдены можно смело сказать что это эффективная процедура не имеющие осложнений можно делать и всегда и в принципе не бояться ничего слушай ну вот мы наговорили достаточно чтобы нас для достаточно для того чтобы нас смотрели потому что если мы поговорим еще пять минут нас смотреть нему сейчас девчонки и девчонки сейчас пойдут и сейчас водка уже в холодильнике спасибо тебе за беседу в комментариях напишите свои вопросы потому что я к нише приду через день через два часа определимся и на ваши вопросы миша даст ответы если вас интересуют еще какие то то что мы не затронули еще очень важную тему это по остеофитом тоже интересно как с ними можно бороться при условии что у вас не операционная степень но остеофиты вас мучают можно там кое-что сделать и мы этому посвятим следующую процедуру если не напьемся не забудем все все пока живем без боли